Полностью новый Санг Йонг Рэкстон появился без малого 4 года назад. Однако корейская марка только что провозгласила выход нового поколения модели. И это при том, что бренд, принадлежащий индийской махиндре, едва-едва сводит концы с концами. На самом деле объявленный выход аж пятой генерации – выдумка маркетологов. По факту же Санг Йонг лишь выкатил рестайлинговый вариант своего флагмана. Обновление принесло полностью новое оформление передка со светодиодными фарами и огромной решеткой. В салоне прописались другой руль, обивки дверей да джойстик управления автоматом вместо традиционного рычага. Также корейцы декларируют более дорогие материалы отделки, а для топовых версий – виртуальную панель приборов и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы. Бензиновая турбо-четверка, которой готовы ассистировать шестиступенчатая механика и автомат, осталась неизменной, а турбо-дизель нарастил мышечную массу. К слову, этот мотор поставляет Hyundai. И в отличие от того же Kia Sorento, продажи которых приостановлены в России из-за проблем с роботом, на Rexton, как и на премиальные Genesis, ставят только автоматическую коробку, которая после рестайлинга заимела 8 ступеней вместо 7. Еще одно новшество – гидравлический усилитель руля сдал пост электрическому, а в списке электронных ассистентов появилось множество дополнительных позиций. Поставки машин в Европу намечены на весну, а из России Сангьонг окончательно ушел больше года назад и вряд ли найдет сил вернуться. А жаль, в родной Корее Rexton стоит на треть дешевле равника Kia Mahab, а эти машины, собранные в Калининграде крупноузловым способом, российская публика встретила на ура. Если бы локализованный Сангьонг сохранил привлекательный ценник в России, рыночный успех вполне реален. А заодно мы, кажется, нашли интересную модель для производства на автоторе. Напомним, что после покупки петербургского завода GM концерном Hyundai, калининградский кластер может остаться без корейских заказов и будет вынужден искать новых партнеров. Расскажите нам в комментариях, купили бы вы корейский внедорожник под именем Сангьонг? Еще один рамный гряземес, который наверняка оценили бы у нас, это свежий Nissan X-Terra. Под этим именем скрывается вездеход на базе пикапа Nissan Navara, адресованный странам Ближнего Востока. Притом внешняя модель неуловимо напоминает более крупный и статусный патрол и стоит несопоставимо дешевле. Учитывая ближневосточную ориентацию, внедорожник оснащается единственным бензиновым атмосферником. У базовых вариаций момент через 7-диапазонный автомат передается на задние колеса, хотя полноприводные исполнения также существуют. Учитывая абсолютно оригинальный и вполне современный интерьер, арабы получат интересную 7-местную рамную модель с внушительным клиренсом, а вот российский Nissan привозить X-Terra не планирует.